АХА-МОМЕНТ А еще дрон для настоящих русалочек и для, конечно же, наших любимых с вами селфи подводных. Самое время теперь взять за уши артистов и так хорошенечко посадить их за парту в конце концов, чтобы они вспомнили, как это учиться, как это отвечать на вопросы и что означает АХА-МОМЕНТ. АХА-МОМЕНТ? АХА-МОМЕНТ? АХА. Ну что из момента связано? Ах, какой момент! Когда мы смотрим клип любимой группы АХА, мы ставим на стоп и наслаждаемся моментом. Скрипка Си АХА-МОМЕНТ. Это когда уже случилось, и вот лежишь и понимаешь АХА-МОМЕНТ. Ефарисота. Клей-МОМЕНТ, и ты когда его вдыхаешь первые две минуты, когда что-то приклеиваешь, там бытовые какие-то вопросы, АХА-МОМЕНТ. Черепаха АХА-АХА. Вот этот момент. Хорошо, цепануло. АХА, никто не знает. Садитесь, двойка. Итак, тот самый АХА-МОМЕНТ. Это, знаете, вот такое вот некое ощущение внутри, когда происходит взрыв. Ты садишься, по сути, смотришь, как какой-то товар, и понимаешь, что здесь ты уже хотел бы стать его пользователем. Девочки, у нас такой АХА-МОМЕНТ происходит очень часто, когда мы смотрим на разные платья, на разные всевозможные косметические средства. Да и, по сути, этого АХА-МОМЕНТа в моей жизни уж очень много, поверьте мне. Тем временем переходим к украинских стартаперам, которые выпускают невероятные гаджеты. Отже, украинский производитель, который нещодавно хизировался своим iBlazer, теперь может похизироваться в Soul. Это первый таймтрекер, который будет подчеркивать час пребывания с любыми друзьями, або ж с любимыми. Как тебе такая идея? Отличная идея! Между прочим, это же ребята, которые уже стали давным-давно нашими друзьями и соратниками по стартап-индустрии. Будет в этом таймере вестись постоянный некий подсчет времени вашего пребывания с родными и близкими людьми. И этот девайс сенсор считывает то количество времени, когда наши браслетики находятся воедино вместе, где-то в одном общем пространстве. Ты устанавливаешь себе приложение на мобильный телефон и можешь посмотреть, что в неделю в студии стартап-шоу вместе с Аней я провожу целых 4 часа. Это такое счастье. А все, для того, чтобы люди все-таки помечали один-одного, потому что останним часом мы только в мессенджерах переписываемся и недостатнюю увагу определяем один-одному. И, между прочим, можно сделать так, чтобы приложение высылало вам уведомление и почетное количество времени, времяпровождение с любимыми друзьями и близкими прямо на почту. На самом деле, подобное устройство уже определилось со своей стоимостью, и оно варьируется около 30 долларов. И сколько я помню, 29 долларов. Украинские стартаперы пытаются собрать 38 тысяч долларов для того, чтобы запустить этот проект, для того, чтобы каждый из нас мог купить этот гаджет в трекер и подвергать час проведения и своими любимыми, друзьями и сотрудниками. А я, между прочим, ждать не желаю. Я хочу прямо сейчас узнать у киевлян, как много свободного своего времени они посвящают встречам с родными и близкими людьми. Подсчитайте количество времени, которое вы проводите в день с родными и близкими. Это бывает раз в месяц. Это практически 24 часа. Я уже не была дома 2 месяца. Часов 4-5. Конечно, хочется больше. Часов 6. 1-6. 12-1 точно. Пока что родные нет, за это не могу провести с ними время. Мало провожу времени. Сколько в день нужно тратить времени на человека, на любимого? Все время. Да, не ничь, постоянно, каждую хвилину. Как наибольший часу? Можно проводить все время. Где-то часов 5. По возможности, да. Точно сказать не могу. Максимальное, как получается. Ты бы хотела себе приложение, которое подсчитывает полностью количество времени, проведенное с родными и близкими? Так, это было бы СКО. Да. Это интересная была бы игрушка для меня и матери моей дочери. Да. Было бы интересно. Возможно, просто ради личного интереса. Как думаете, вы были бы довольны результатами? Я бы, наверное, лишился каких-то аргументов в бытовых спорах. Думаю, да. Да? Нет, потому что как раз у меня проблемы. Я проводил с людьми гораздо больше времени, чем следовало бы тратить времени на работу. Я вот на 100% уже знаю, что моя мама будет первой на очереди и обязательно приобретет себе такой гаджет. Находите чаще с любимыми и родными. Звоните родителям, помните, ведь это же наши родные души. И уже дальше в нашу студию залетает дрон, опускается вниз в воду и делает вместе с нами подводное селфи. Лампа, которая заряжает телефон. А еще беспроводная мышка, сканер. Вот такие невероятные технологии, вот такие высокие технологии вас ждут уже через 25 минут.